всем привет давно я не снимала влоги просто не разговаривала вот уже соскучилась по этой теме и хочу снять вам минут на двадцать какую-то разговорную блокологию сейчас мы вышли гулять у нас была вязка со златой и вот мы гулять вышли у нас тепло сегодня снег вы померете классный кстати купила себе корсовки гуччи собаками гулять теплые зимние чаки пошли у нас было я сказал от его 2 это если интересно я выложу видео эти провязку вот чаки довольны любовницу все потребности у любовницы справил мы сейчас проходим это представляете здесь я училась как это было второе здание в начальной школе здесь нас учили английском и была столовая то есть из этого здания мы переходили сюда после второго урока кушать ходили если интересно я вот расскажу но это здание до сих пор не снесли она видите в аварийном состоянии все заросло здесь видимо живут какие-то ну бездомные люди на втором этаже нам преподавали английские на первом этаже были у мальчиков труды а это здание было начальной школы сейчас это садик неплохой садик здесь все сделали красиво история сейчас вам покажу второе здание где я училась девять лет 10 11 я уже училась другой школе короче века ты счастлива но вот эта начальная школа мне нравилась я даже оставлялась оставалась на продленку как это раньше называлась не знаю как даже сейчас называется я давно школу уже закончила сейчас я вам покажу второе здание чайки замерз на давай на ручке давай на ручке чаки долго ходить не может по снегу и в ботинках он ходить не очень может поэтому постоянно так на ручках ходим главный туалет сходил воздухом подышал погулял не носка и ладно но менее они очень нежные он даже не менее он меньше чем мини маленький уносим самые маленькие размеры вот и он любит жилетки ему заказала жилетку по пианзо корейской бренд им хорошо подходит там размер сам маленький за леточку алили жарко в любое время года я конечно оставила ей жилетку кружить красивую но это на лютые морозы и только для фоток надеюсь у нас частные сектора именно там где находится моя школа моя школа находится около монастыря спас при проженского которые едут у нас едут туристы сейчас я вам тоже его покажу даже отключаться не буду буду разговаривать здесь людей не так много вот это вот синее здание раньше она была зеленая это пятая школа она находится рядом с моим домом то есть относительно в ту сторону мне эти минут 15 я сама если возвращалась домой вот эта пятая школа сейчас она называется 12 у нее еще второе здание есть чуть ли не в центре города короче все очень интересно она очень старая покажу и сама давно не было мне вообще сегодня и ностальгия поэтому я решила до сюда дайте среднеобразовательная школа имени героя советского союза краснухина александр михайлович в этой школе учился бандалюк олег владимирович героически погибший при исполнении воинского долга на территории чеченской республики ну в общем очень старое здание и здесь вообще не проходило лет пять вот сейчас он называется двенадцатым наверно консьержка охранник на втором здании пятый и девятый класс на первом этаже начальная школа то есть если раньше она была в том здании который показывалась сейчас она здесь тот первый этаж господи как я давно не видела эти коридоры не ну честно сказать я любила эту школу более-менее но в ту школу которая ходила 10 11 класс она просто нарушила мое психическое состояние то есть если а вот от этой школы у меня хоть какие-то есть теплые воспоминания не могу сказать что у нас были прям дружные отношения но я все равно скучаю по одноклассникам и ну вообще просто по этой атмосфере здесь школьный двор я помню как он выглядит до сих пор вот школа находилась прямо около спаса бирженского монастыря я вас вам сделаю туда экскурсию к нам приезжают приезжайте тоже к нам если вам негде остановиться пишите я вам скажу где можно остановиться вот здесь такие красивые дома понастроили это спас бирженский монастырь и вы просто попросили показывать что-то из мурома да показываю так туда я не пойду но там выход на набережную мы тоже как-то с вами туда сходим но сейчас вечер посевать но вот так все пишите в комментариях если вы здесь были к нам очень много туристов приезжает особенно летом он очень красивый там цветы животные много храмов нас муром это очень много храмов разных это не не один но все рядом у нас дерево находится там вообще всего много кто едет купается святой воде озере сувениры если кому-то нужны сувениры пишите я отправлю если кто сына с маркус шопа хочет что-то связано с муромом собаками туда к сожалению нельзя сейчас он понятное дело закрыть там продают кстати пекарни у нас есть красиво красивые вкусные булочки там тоже пруд все очень здесь хорошо и еще одна дорога только логского парка это дом народного творчества сюда я ходила на кружки любила лепить из глины делать игрушки есть честно я даже сейчас этим занимаюсь но он детский там у нас гостиница вирсавии здесь тоже нужно становиться это дом в котором живут военные такой военный городок есть кстати двухуровневые квартиры продаются так здесь мы не пойдем потому что там может собака выйти ждать мы сейчас корги встретили хэппи они инстаграм тоже ведут сейчас мы идем по дороге по которой я возвращалась домой из школы все дом снесли здесь такая часовня тоже здесь частные сектора я живу 9-этажном доме в дальнейшем мы собираемся переезжать с муром он такой городок здесь и частные дома и многоэтажки новостройки то есть на каждый район за на свое на это вот такой атмосферный он свернул из частных домов здесь на нас наверно ловит собака ты ждешь когда на тебя навалит значит ее нету всего этого домик построили наверно месяц назад блоков такой вот дом здесь но его очень лет 10 настроили или пойдем или люди бегать но интересно что люди вот так живут до внизу как еще инстаграм показал что мы там где-то проходим на нас кошки шипят прям рубрика в инстаграме немного учу лили не обращать внимание на людей особенно от которые бегают она нас очень любви обильно легко перевозбуждается вот мы практически пришли уже до моего дома я привыкла к этому району я сначала с мамой жила 16 лет потом бабушки переехала на два или полтора года и 18 я уже стала жить отдельно в своей квартире здесь тоже так плавно переход уже ближе к центру в конце эта улица ветеринарная клиника она против дома нам очень удобно она раньше была около монастыря но сейчас они сделали огромное помещение очень много аппаратуры про эту клинику много плохих отзывов но я их сказать не могу судя по своему опыту мне всегда помогают и хорошо вообще не как бы меня плохих отзывов про нее нет но все дома начались с частным сектором мне нравится муром за свое спокойствие здесь нет особо такой суеты вот такие вот у нас магазинчик здесь девочка работает ну хозяйка этого магазина я хожу к ней за хлебом такая все максимально домашний блог ну а что мне кажется чем проще тем лучше тоже магазин у нас это магазины моего детства раньше здесь был этот виктория там продаются такие продукты которые не купишь сетевых магазинов например вот а в ту сторону там тоже спуск к реке пойдем видеть еще встала уши развесила пошли люди разговаривают громко она стоит слушает ладно телефон мне разрядится сейчас такая вот прогулка у меня сама с собой иду разговариваю хотя бы комменты напишите это вообще сама с собой поговорила спасибо что прошлись вместе с сынами вот такая у нас прогулка обязательно ставьте лайк если вам нравится когда я что-то показываю болтаю все напишите домой